Здравствуйте, я Марина. Спасибо еще раз за косточки. Все посеяла. Всходы радуют 90% схожести. Волшебно, если что скажешь. У меня будут вопросы по абрикосам. Когда подрастут? Ассортив номер два. Я правильно понял, что должна буду выбрать экземпляры с крупными листьями и привить их на более мелкие, оставив по тряпочке на собственно корневых. Так, как всегда. Сейчас уже многие переучились так, что их уже пора обратно. Я вам рассказал, вспоминайте, ассортив номер один, если говорить про абрикосы, ассортив номер два. Там смесь абрикосов, то есть с крупных абрикосов, самых крупных, а ассортив номер два, это с этих самых. Сюда попадали сенцы, амура, вот, сюда попадали сценария Манджурца, вот эти. Вот. Да, среди них я потом, если дойдем до этого... Нет, не дойдем, надо сразу. Она еще в нескольких местах нам понадобится. Знаете, что нам понадобится? Нам в нескольких местах понадобится... А, вот эти фотографии, мы их сразу увидим. Кто-то может помнит, я хочу, чтобы вы правильно меня поняли, и... Вот это, косточка от Манджурца, вот такой вырос. Смотрите, косточка от Манджурца, вот такой вырос. Кстати, про обрезку, видели? Я не стал обрезать. Но я вам так не советую. Это камень собственный, а вас непонятно какой. Вот это. Вот. Кто его опылил? Гадайте теперь. Ну, это сам Патриарх. Так. Это только кусочек этого дерева. Кстати, фотографии лет двенадцать. Представляете, как он сейчас? Дальше. Это вы потом прочтете и остановите. Вот. Вот, смотрите. Вот это самый сладкий. Согласны, что тот ярко-красный, это у него разные папы. Ну, а чем еще объяснить-то? Сам-то Манджурец мелкий, желтый и кислый. Кстати, Манджурец за тридцать лет тоже изменился сам по себе. И теперь пусть мне говорят, что Телегония, а я еще, помните, привел другое слово, привысил лексикон, обрядство, что оно тоже дает изменения в генах. Опять хохот в академическом зале. А мне, знаете, почему, кажется, хохота не будет больше никогда? Там не осталось никого, кто бы хотя бы сказал не то, не обязательно да, а хотя бы нет. Вот. Скользнул равнодушным взглядом и пошел заниматься живолостью. Или из смородины деревья делать. Ну, идиотизм. Не могу успокоиться. Вот еще. Вот еще. О, видели? Еще один кандидат. Вот. Это, похоже, Папа Серафимов. А как одно дерево, несколько дерева опылить? Я же говорю, сплошной блясток. Вы не обижайтесь на меня за это. Вот еще. Вот. Но это где-то, видите? А, здесь, ой, долго объясняю. Тут уже двойное дерево, две головы. Бай и вон, видите, как ниже, при верхней большого ветка. И вот стало вот такое. Здорово. Вот. Попробуй догадайся. Вот. А теперь смотрите. У вас они... Я на ваши вопросы отвечаю. Вы сказали, выбрать, привить это на другое. Возможно, вы привьете вот этот довольно культурный на дикаря. Вот самый первый, например. Вот. Вот он. Вот этот наиболее дикий. Невкусный, кислый, мелкий. Вот. Ну, и что? Так вот, подразумевалось, когда я статью рассылал, может, вы читали. Ассортив номер один прививается на ассортив номер два. То есть там уже точно... Да, это видно по косточкам. Там косточки два-три раза крупнее. Вот ответ на ваш вопрос. А то получится, не дай бог, привьете не то, что дикий, но привьете плебея на плебея и получится и плебея. А самое интересное, что есть еще точнее говорить. Вообще невозможно понять, что получится. Вот же красавец. Косты сладкие. Догадайся, что он из косточки выращен. Вот. А кто у него? Ну, кто папа? Вот тут я еще могу догадаться. Там где-то. Вот. Амур, Серафим. А этот-то кто? Вот так. Но зато интересно. Я ведь у вас не просто это... Вот не зря же она написала, что берем с более крупным листом, прививаем на более мелкий. Видите? Вот так вот. Нет. Все ассорти два. Раститель, отвечая на ваш вопрос, не прививайте ни один с крупным на мелкий, а просто ждите, что там, где лист крупнее, у вас получится дерево надежное, раз не привитое. Вот. А какой смысл его прививать? Ну, только в надежде, что получится чуть-чуть быстрее можно дождаться плодоношения. Где-то я читал, но не проверял. Привите сам на себя. Сам на себя сорт. Быстрее плодоносит. То есть сеянцы два. С одного на другой перенесли. Быстрее. Ну, наверное. Так, следующий момент. Он выглядит вот так. Смотрите. Вопрос был зададен. Я отвечаю, потому что я так. Ну, некоторые пишут письма. А переписываться-то некогда. И сил нет. Я коротко встретился на ребят. А вопрос был такой. Как безопасно выкопать саженец? Объясняю. Безопасно выкопать саженец, можно лопату ставить вот так, на одной линии. Как-то объяснял. Но, может, давно. Ну, и не всем. На одной линии. Когда вы будете копать вот так, вокруг-вокруг. Копать канаву. Вы будете корни поднимать. И потом, когда полностью выкопаете саженец, с удивлением убедитесь, что длинные корни вот до сюда целые, которые вот до сюда. А попробуйте лопату поставить поперёк. Вот так. И попробуйте всё к чёртой матери. Ответил на вопрос. Теперь. И сейчас мы с вами будем с йогом заниматься. Почему? Я, честное слово, не сговаривался. И ребята подтвердят. Казахстан, Чечня, Адыгея. И четвёртый, сейчас вспомню. Четвёртый, ещё пятый Ставропольский край. Так, Украина уже. Перед этим была Сочи. В общем, все жалуются, что... Сейчас разберём. Все жалуются, что у них есть проблемы, а в основном, конечно, абрикосы. Я, конечно, не могу вам всем подробно объяснить. Но вы представляете, сейчас начну читать лекцию длиной. Ну, вот мы 32 вебинара провели, в среднем по 3 часа. Ну, то есть 100 часов. Поэтому мне всё сначала надо, 100 часов. Сейчас поймёте. Поэтому коротко и о главном. О чём, может быть, ещё не говорили. Так. Зима у нас поздняя. Поздняя, это как понимать. На юге. Огромное расстояние между деревьями. Смотрите, где вы. То есть, получается, что наоборот. Зима поздняя, наверное, может быть. А то можно понять, что короткая. Потому что расстояние 9-10 метров. И они смыкаются к кроне абрикоса. Со временем происходит раскол в середине штамба. И дерево по своей тяжести валится. Вот так вот. По этой причине пропало 4 абрикоса в последний раскол в этом году. Представляю, какой у вас климат. Абрикосы по дежердели. Если культурные, то привитые. Если привитые. Я для вас подобрал вот эту фотографию. Смотрите. Это у меня в саду. Я привил, да. А как привил и больше я не подходил к нему. Потом смотрю, откуда такие раны берутся. Это так называемое натяжение. Силовое натяжение клеток. То есть их разрывает по маленьку. Или они ослабляются. И мороз. Прежде всего давит. Действует именно здесь. То есть клетки быстрее вымирают. Получается рана. Вот. Наверное. У вас вроде бы о морозе речи нет. Но скорее всего. Все начинается с формирования кроны. Почему у вас они распяливаются на 10-15 метров. Вот. В общем тут надо разбираться конкретно. Знаете. Вот. Мне что интересно. Я пытаюсь понять. Я сколько искал. Хоть один. Одну фотографию. Не вот эти. Глянцевые. Не вот эти вот. Учебные. А просто. Сад. Допустим. Мичурина. Да. Я подозреваю, что я увижу там опять искусственный штамп. Опять все это я увижу. Вот. И. Наверное. Мне это не понравится. Вот. Наверное. Почему? Потому что с тех пор и до сих пор вот эти штампы в ходу. То есть. Первая причина смерти. Да. Вот. И здесь получается так. И. Вот это дерево. Я в общем рассуждаю. Не в конкретном. Может быть ваши деревья. И. 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 И.